Меня зовут Андрей Олейников. Я занимаюсь интеграцией, как и многие здесь. И сейчас я постараюсь быстро пробежаться по такой теме, как визуализация интеграции. То есть у нас есть множество инструментов, но один из аспектов – это визуализация. Для чего она вообще нужна? Потому что спрашивают часто, а что вы делаете вообще? Что вы наделали за этот год? Что же вы натворили? Начинаешь там выкружать какие-то таблицы, что-то еще. Но оказывается, действеннее всего выгрузить какую-то такую огромную схему, показать ее и потом уже решить, что с ней дальше делать. То есть карта нужна была издревле, она нужна и сейчас для того, чтобы наметить, куда двигаться, понять, где же ты находишься и так далее. И в качестве карты – это что? Это план и факт. То есть нам нужно вот сюда, а мы где? И, соответственно, план и факт будет нашим Священным Граалем. По интеграции, естественно. Начнем, конечно же, Соснов, то есть Красная Библия, толстая книжка, которая, в принципе, умещается на одну страничку, вся. На ней даны визуализации основных элементов интеграции, которые мы можем применять в своих решениях, независимо от того, чем мы пользуемся – PI, PO и так далее. То есть нам дали, как сказать, основные кирпичики визуализации того, что же мы делаем, чем мы занимаемся. Но все это меркнет по сравнению с гибкостью Excel. То есть план-факт уже готов, когда вы в одном Excel-чике переписали все системы проекта, аккуратно их проименовали, со всеми утвердили, как они будут дальше называться, потом переписали все сообщения. Сначала интерфейсы между этими системами. Все учли. Потом написали сообщения, какие будут ходить между ними. Тоже все на отдельном листике сделали. Там много закладок. Наконец сделали следующий листик, в котором атрибуты каждого сообщения переписали. И после этого сделали вот такие ползучие графики исполнения по каждому интерфейсу. Вот наш план-факт готов. Можно отчитываться, прямо не сходя с места. Вот тут был XI Tool. Он облегчает генерацию документов, а это облегчает походы к главному менеджеру с отчетом, что же мы делали за все эти годы, месяц, неделя. Вот. И кроме этого, в Excel еще, как вы знаете, существует ряд инструментов, которые сделаны специально для того, чтобы отсюда добираться в директоре, получать оттуда информацию и ее также использовать. Также с помощью простейших темплейтов можно нагенерить кучу этих дейтатайпов, да, прямо, исходя с места. Просто копируя нужное определение с нужным шаблоном прямо в integration директоре инструмента. Ну, импортируя. С description-ами на разных языках, там, все это аккуратно укладывается в Excel. Все, нам больше ничего не нужно, мы уже все, задачу решили. Но SAT думал иначе. И начиная с 7.1 версии, он каждому подарил ARIS. Вот. Мало кто об этом знал, но все, кто работал в PILS 7.1 и дальше, обладали до некоторого момента лицензией на ARIS, бесплатной. И там была разработана специальная аннотация для описания интеграции, для ее визуализации, для сбора этого чудесного инструмента, как глобальные типы данных, ТДТ. Все это было утверждено на высочайшем уровне европейском. Сделана прямо, можно сказать, периодическая таблица элементов всех бизнес-объектов САП. Вот она, азбука. То есть это мы уже узнаем здесь все. Более того, была придумана и реализована схема, как вот эта, вот эту схему ARIS превращать сразу на стойку в директор. И это работало. То есть вот наши там каналы, сообщения, маппинги. Все это было отлично нарисовано, сделано. Более того, это было сделано, выложено всем на всеобщий доступ в S Workplace и все могли этим пользоваться. В каждой схеме можно было навигироваться прямо от самых таких крупных кусков бизнес-процесса, к мелким-мелким и далее конкретным интерфейсам. И по каждому интерфейсу было написано, как его вообще запустить, например, в ERP, в ISO или там еще где-то. Были написаны две чудесных статьи. Это статья, которая описывает, как проектировать интерфейс сверху вниз, снизу вверх. И статья, которая говорит о том, что, каким образом вообще подходить к проектированию интеграции. Основываясь на этих статьях, можно было любой проект упорядочить в части интеграции с самого начала. То есть не в попыхах в конце, как всегда, вспоминая, о, забыли справочник или там, забыли еще что-то. А сразу спроектировать, начиная с бизнес-процесса, сверху вниз, как положено, не торопясь. Но музыка играла недолго. То есть огромная работа была проделана. Цель почти достигнута. Она была очень близко. Некоторые даже успели что-то поделать, применить. Но в конце концов, Арис сказал Сапу. Сап сказал Арису. Вот. И мы остались с бедным Йориком. Но Сап не так прост. У него всегда есть туз в руках. Он предоставил нам новую надежду. Пауэр-дизайнер. Чудесный инструмент, который был в свое время идеально приспособлен для проектирования баз данных, он стал абсолютной панацеей для множества. Для тогафов, фигафов и прочих инструментов, которые прямо там с Захманов, по-моему даже. Не побоюсь этого слова. И можно было в пауэр-дизайнере, опять же, под одной, скажем, парадигме, сверху вниз или снизу вверх, проектировать свою информационную систему. Но про интеграцию там не было ничего. Вот. Ну, в принципе, на одном из семинаров, который проводил Сап и приезжал разработчик ДИК сюда, в Москву, мы обсуждали этот вопрос. Потому что сам Бог велел в пауэр-дизайнере, используя его возможности, сконвертировать схему одну в другую, написать там пару этих плагинов, которые бы конвертировали вот ту азбуку, которую нам дали в красной книге, ну, или ту азбуку, которую нам давали бесплатно в Алисе, в настройки директоре. Но этого не было здесь. Так. Следующая попытка. Солюшин менеджер. Вот, блин, авто еще. В Солумане, если вы в Солар-0102 зайдете, там увидите такую закладочку бизнес-процессы, там что-то мастер-данные, интерфейсы. Вот там все сделано. Было. Опять же, были статьи, которые описывали, как вести эти интерфейсы. Была Вики, которая описывала, как документировать интерфейсы, ну, то есть создавать такую карту заранее, не потом, в последний момент в проекте, а заранее спроектировать на этапе закладки именно структуры проекта в Солмане. И затем описать вот эти все взаимодействия, там, свинлейны, красивые картинки. Каждая веревочка – это настройка в директоре, да. Вот сейчас этот инструмент, по-моему, развился вот до таких красивых картинок, как вот справа. То есть там появился, ну, вот этот PI, не домен интерфейсов. Айдоги там раньше были. И, в принципе, можно это использовать, описывать, но, опять же, никто на проектах Solar 01.02 не использует никогда. Туда в лучшем случае забьют структуру заранее, сложат документацию, закроют на ключ следующий. То есть, опять же, как-то не очень. И тогда возникла идея, что же делать. И, ну, прочитаю просто. Необходимо, независимо от конкретной реализации интеграционной шины, научиться строить граф соединения системы с указанием в атрибутах вершин и ребер интересующих сведений граф интеграции для максимально полного представления о том, как работает интеграция предприятия в целом, и обновлять его состояние в реальном времени. Если бы была такая карта, то, в принципе, на любой ответ начальства «А что вы делаете?» можно было тихонечко выгружить ее, распечатать и сказать «Вот, мы сделали от сих до сих…» «Вот, видите, у нас появились две новых веревочки, ее десять исчезло». То есть, уже легче как-то жить. Можно обогащать графа новыми данными в каждую вершину, в каждое ребро, как хотите. Ну, может быть, какой-то анализ произвести. То есть, у нас, например, там были планы, «А давайте мы вот все наши системы, все процессы, которые между ними ходят…» У Node 4G есть такая база данных графовая, вот в нее. Ее надо чем-то заполнить, откуда он возьмет данные, что у нас вообще есть, какие системы есть, каких нет. И также вот можно использовать его, например, для оценки нагрузки на шину. То есть, какой-то сегмент взяли, посчитали, сколько там интерфейсов, загрузили в ClickSizer, получили уже ответ сразу через десять минут после того, как вас спросили, «А сколько вам нужно еще процессор будет?» через три года. И также можно на лету просчитывать нагрузки и требования в зависимости от того, что стеклось в этот граф. Вот такая идея. Ну, первый шаг был комом. Для начала была решена та задача, вот о которой говорили коллеги, это сравнение конфигураций. Ну, не конфигурации, сравнение разработок. Для того, чтобы ее решить, пришлось все выгрузить в один большой XML. Ну, то есть, здесь находятся объекты и директори, и ESR. И можно сравнивать, бегать по дереву, выяснять, кто прав, кто виноват в дереве, в проде и так далее. Используется стандартный эклипсовский механизм сравнения XML, но особый ноу-хау – это, конечно же, как владелец FPI. Это вот. Спасибо ей. Как туда владенится? А как запустить вот это вот извлечение всех данных? Тут используется, как все уже говорили, здесь вот Simple Query, да? Но Simple Query оказался недостаточно хорошим для одного из авторов этой презентации, и он написал HMI-адаптер, HMI. HMI-адаптер, который извлекает эти данные гораздо эффективнее, быстрее. Но в плагине, который вот по этой ссылке на гидхабе можно скачать и попробовать, там этого нет. HMI-адаптер – это разработка для клиентов. Здесь используется Simple Query и множество джобов, чисто эклипсовских, для доставания много потоков payloadов. Ну и для фана здесь было прикручено, кроме того, что можно найти разницу, можно найти разницу с тремя, да? То есть там родители, два потома. Можно было, опять же, правой кнопкой нажать, выгрузить разницу в ТПЗ и в целевой картине, конечно, загрузить, выровнять ландшафт. Но эта задача, конечно, нереальная в том плане, что, во-первых, из-за ограничений безопасности вы так не можете делать. То есть есть ландшафты, где вы можете носить только транспортными запросами, где вот эта операция бессмысленна. Ну а так для себя, конечно, можно поупражняться. ТПЗ можно в запрос положить, найти API, там, в общем-то, когда ESR это тащит, он точно так же выгружает ТПЗ и кладет его в запрос. Ну да. Ну, скажем так, вот желающие могут посмотреть, как это выглядит, собрать, может быть там найти какие-то ошибки, исправить и использовать. Да. Почему? Мы решили это монетизировать. Вот, это к Илье, обращайтесь. Да нет, в том виде, в котором оно работало, оно там лежит, просто мы пользовались, но потом просто другие какие-то задачи возникли. Ну да. Только для сравнения, или шире задача ставилась? Задача ставилась шире. Задача ставилась получить вот этот XML. Собственно говоря, с чего мы начали, мы отклонились немножко в сторону, да? Да. Ну, потому что просто была предыдущая тема по сравнению конфигураций. Вообще, вот тут один XML огромный. Пожалуйста, ты можешь из него XS или FO сделать PDF, описывающий всю интеграцию. Ну, мы дальше перейдем. Ну, а зачем ставить достижимые цели? Здесь на память табличка по средствам мониторинга и интеграции. То есть, какие вообще они бывают, ну, может быть, это на два года назад, но я думаю, что она не очень сильно потеряла актуальность. Вот, я думаю, материалы будут всем разосланы, да, и можно будет ознакомиться. Интегрейшн визибилити – это вот золотой костыль, который мы забивали на своем проекте. Вот, забили. Все хорошо, но это же просто факт. То есть, мы не можем планировать с помощью интегрейшн визибилити ничего. Там нет инструмента для планирования наших интеграций в начале проекта. Поэтому инструмент очень хороший, полезный, вот, красивый, удобный, но решает только задачу отражения голого факта. Вот как раз то, о чем мы подошли, да, то есть, есть идея сделать некую мета-мега-карту, выгрузить ее из ПО и затем использовать для разных целей. Можно сделать, потом я буду рассказывать очень коротко про GraphML, который может позволить визуализировать, собственно, всю эту карту. Можно в PDF, XSL, TFO сделать преобразование, какие-то куски, узлы, да, там, связи и прочее, превратить сразу в документацию. Вот, можно сравнивать и вычленять разницу, например, делать замеры, там, каждые сутки, и выяснять, кто, сколько наработал типов данных. Какой конкретно консультант, сколько загрузил архивов. И в зависимости от этого начислять... Ну, вдруг такая задача будет. Каким XML представить? И вот из всех вариантов, которые, ну, пробовались, пытались представить, лучше всего подходит вариант использования с подграфами. Но с подграфами хорошо и бесплатно умеет работать пока что. Ну, я нашел только один инструмент. Это Y-QE от немецкого производства, который, кстати, делал для ARIS-а системы авторазмещения вот этих объектов на ARIS-диаграммах. Почему они так сделали убого для ARIS, я, наверное, не знаю. Может, есть какая-то связь с САПом? Ну, вот здесь все сделано замечательно. В их родном инструменте есть подграфы, да. Вот здесь я попытался показать вам, как выглядела бы интеграция, ну, наша X-директори выгруженная. То есть это система, маппинги, ну, там промежуточные какие-то объекты, собственно, сама система PI и так далее. Можно разбить на... Здесь это, к сожалению, закрылось, да, там несколько интерфейсов, можно сказать, в одной куче. Ну и в результате мы получаем вот такого паука, на который все смотрят, так ужасаются, закрывают, подходят в сторону. Вот. Но как правда и понятность — это дополнительные параметры, да, как импульс и положение частиц. То есть либо правда, либо понятно. Вот. Но главное, что было замечено, что если ткнуть на каждую из вот этих вот веточек, ниточек, окажется, что мы знаем, кто её делал, когда её делал, да, сколько на ней прошло сообщений. Это вот если реализовать то, что мы хотели. Можно также подключить туда не обязательно только выгрузку из ПО. Давайте выгрузим вот эти tbd, tbd, ну, там, таблицы RFC-шные. Вот у нас получился RFC-шный домен, контрольный нам. Это план по захвату мира. То есть можно из DS выгрузить либо XML, там есть встроенный механизм выгрузки в XML конфигурации, и при соответствующем XSLT-навыке, да, можно превратить его в тот же самый формат карты и свержить в одну большую карту, которая будет показывать нам интеграции всей компании, не только PIPO и SAP DS. Тогда вот всё сделали, надо оживить. То есть запустить этот процесс обновления побыстрее, 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 каждую секунду в онлайне, и вы будете этим графом пользоваться всё время. Прямо вот он будет у вас жить, вы будете видеть всегда, держать руку на пульсе, распечатывать куски документации. Ну и примерно как это видится в целевой картине. То есть существует некая система для описания интерфейсов. Ну, ARIS там, MEGA, ну, у кого что. Затем идёт экспорт моделей, в данном случае используется в качестве примера Solution Manager, то есть там, где проектируется уже, привязывается проектная документация. Затем проваливаемся на уровень уже реализации решения, и затем подтягиваем обратно факт в систему, где мы проектировали эти интерфейсы, задумывали вернее. Вот если этот номер, здесь проявившийся, окажется в директоре, в ESA, то затем вот здесь окажется статус, кто делал этот интерфейс, сделал его в срок, не в срок и так далее. И это колесо будет крутиться. Отлично. Но САП опять не даёт нам скучать. Задуман и сделан вот такой инструмент, Enterprise Architecture Designer. Я не знаю, как он связан вот с той, как сказать, планом по планированию, как инструментом по планированию интеграции, классификации, но вот такой инструмент, мне дали на него наводку, но я пока в нём не нашёл, где же вот это вот проектирование, то есть здесь, может быть, проектирование, как оно связано с директорией, я пока не осязаю. Вот, если здесь вот, допустим, отсюда можно было бы провалить настройку в директоре или в ESA, ну это было бы, наверное, интересно, или в CPI, куда-нибудь. Пока что, я так понимаю, вот это просто диаграмма. Ну как ARIS такой. То есть это, если вернуться... Если можно вернуться... Ой, нельзя. Вот. Это где-то, наверное, вот здесь, вот этот инструмент. Ну и заключительный слайд, что всё, что мы говорили, это СОО. СОО и так далее. СОО и СОО уже умерло. Уже никто, уже там... Максим Смирнов, знаменитый, как сказать, архитектор и учитель архитекторов, он уже говорит, что СОО-завры вымирают. Всё, их съедят уже, уже едят. А они пока ещё не знают, они ещё пока ворочаются, но уже скоро все их яйца будут съедены, и никто не родится. И только Рест и Джейсон, вот они будут. Такие резкие хищники нового времени. Но они, как они будут... Вот у СОО и СОО, да, СОО, СОО, был план, была карта. То есть было, когда-то была. И можно было, ну, хоть какие-то намечать себе пути, дорожки, куда их двигаться, что делать, что не делать. А сейчас здесь у нас сплошной разброд и шатаний, на мой взгляд. Если у кого-то есть инструменты, прошу поделиться. Но пока что все вот эти балерины, свагеры, хавтио, они просто описывают кусок Реста, но не описывают связи. Есть, конечно, попытка построения графов на Хабре из Кэмела, которая, может быть, во что-то разовьётся, или там будет какой-то новый, другой инструмент, УСАП, который охватит, объемлет и даст нам счастье. А что у Вас сейчас работает с точки зрения вот этого колеса? Солман используете всё-таки? Нет. Вот этого нету. Вот этого, ну, сонно. Ну, оно крутится, но со скрипом. Только под большим давлением. Иногда. А вот эта чима – это тот адаптер, который Лёша всего на телепрессуал? Ну, конечно. А он не сертифицирован? Что сделал? Ну, его надо в САПе. Это вот вопрос. Понимаешь? Он работает. Работает, да, но сертификацию речи нема. Но он же очень отличный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова